Как вы знаете, вчера в Николаев приезжал президент Владимир Зеленский. Как вам его визит? День добрый. Первый раз видел его вживую. На самом деле положительно. Я увидел от него те действия, те посылы, которые, собственно, все люди и ожидали. То есть он показал абсолютный негатив по отношению к коррумпированной власти. Мое субъективное мнение, что человек, который держит этот темп негатива по отношению к коррумпированным структурам, таможне, местному самоуправлению, он должен этим жить. Это должно быть естественно. Единственная оговорка, что он действительно профессиональный актер. И, возможно, конечно, это такая работа на электорат перед выборами в парламент. Но на данную секунду я поддерживаю большинство его действий. Особенно забавно было наблюдать, к примеру, за Маскаленко, которая настолько негативно к нему относилась перед президентскими выборами. И насколько она хочет работать вместе с ним в команде уже сейчас. Я думаю, еще не одна такая встреча у него пройдет, там, где он будет встречаться с людьми, которые к нему плохо относились. И в Фейсбуке, и в принципе, агитировали против него. И сейчас будут пытаться как-то, как у нас часто говорят, порешать. То есть, ну, надеюсь, что этого не произойдет. Потому что изменения, они в любом случае, это положительное явление. То есть, когда устоявшаяся коррумпированная система наломается, возможно, даже некоторые коррумпированные люди новые будут попадать. Но пока они налажят эти связи, это все равно придет время. То есть, такая экстренная терапия, она полезна. То есть, и на данную секунду те вопросы, которые, опять же, здесь подняли, в Николаеве, я поддерживаю. Единственное, конечно, я не услышал отношения по поводу площади, которую у нас строят за 130 миллионов. А так, в принципе, основные вопросы, которые есть в Николаеве, в области, они обсудили, смотрел прямую трансляцию. Поэтому могу судить, что визит прошел положительно. Вот, в частности, о реакции областной власти на приезд Владимира Зеленского. Вячеслав Бонь заявил о увольнении в своем занимаемом должности. Как вы к этому относитесь? Тоже положительно. Ну, опять же, как и в истории с Алексеем Юрьевичем Савченко, я не увидел каких-то положительных изменений в области, кардинальных, за время, когда он был замом и этого, и предыдущего губернатора, и когда он был, его тоже, ну, какие-то кардинальные изменения, то есть, не происходят. То есть, банально, то есть, человек, если бы хотел удержаться на этой должности, наверное, он бы из кожи вон лез, чтобы что-то поменять, показать, что вот я не такой, мне доверили, я сейчас пытаюсь что-то изменить. Но, опять же, мы этого не видим. То есть, я думаю, после поражения Порошенко, вся вот эта команда, которая была еще у Мерикова, потом стала у Савченко, они понимали, что все, это их уже крах, то есть, это уже последние дни. Возможно, они рассчитывают когда-то потом вернуться, но не думаю, что стоит. То есть, я думаю, им стоит уже отойти и просто со стороны наблюдать за этим процессом, заниматься там бизнесом, чем хотят, пускай, занимаются. Ну, уже все, то есть, хватит. Я думаю, люди выразили свое мнение. Ведь, опять же, поддержка Зеленского на выборах, это не поддержка личности, то есть, как таковой, как политика, которого они ждут. Это был голос против всех. То есть, это надежда на то, что он что-то поменяет, потому что он не в системе. То есть, надежда на то, что он будет выстраивать новую систему. И старым людям в новой системе попросту не место. Хорошо. Вы вот уже говорили о Соборной площади, о вопросе, который поднимался во время приезда Владимира Зеленского. Насколько вы считаете целесообразным вообще выделение 100 миллионов на реконструкцию этой площади? И, возможно, вы видели проект. И как вам сам проект этой площади? Ну, опять же, как многие заявляли, скажу, полную глупость. Ну, это бред. То есть, когда в городе, сейчас половина города разрыта, то есть, у нас трубы ложатся, они закапываются. То есть, проезжаемость порой по центру вообще невозможная. То есть, когда была перекрыта Московская, Лягина, Шевченко, Макарова в одночасье, то есть, проехать просто нереально было. То есть, и когда есть в городе такие проблемы, когда в городе идут банально фуры с перегрузами, то есть, у нас нету стационарного весового комплекса. Николаев, портовой город, там, если не ошибаюсь, на одну точку весового комплекса стационарного надо 2,5 миллиона гривен, что-то в этих пределах. То есть, мы за этот счет могли перекрыть город весовыми комплексами и уже не допускать фуры с перегрузами. То есть, это то, что уже бы приносило пользу. А соборная помощь, безусловно, это должно быть красиво, оно должно приносить эстетическую какую-то... Ну, люди должны радоваться этому, вопросов нет. Но, когда люди пробивают колеса, когда не могут нормально проехать, когда в городе транспортные коллапсы происходят, ну, это глупо. То есть, для меня это очередная коррумпированная оборудка. Когда, опять же, выигрывает фирма Одесситов, но, опять же, можем к этому более детально обратиться. То есть, у нас есть и наши граждане, которые хотят работать. То есть, я по тому проекту не увидел чего-то сверхъестественного, чего нельзя было реализовать здесь, местными силами. То есть, учитывая, что поддерживал это, опять же, тот же ОПО-блок, а фирма, ну, по многим источникам, по большому информацию давали, что она принадлежит мэру Одессы Труханову, который, опять же, стал частью оппозиционного блоку, который, с большой долей вероятности, финансирует некоторых кандидатов-мажоритарщиков у нас, то, я думаю, это закономерно и логично. То есть, люди кричали всеми силами, насколько это плохо, тем не менее, они взяли и проголосовали. То есть, и, опять же, стоимость проекта была одна, сейчас она увеличилась, по-моему, чуть ли не в два раза. Ну, постепенно, в два этапа она увеличилась в два раза. Ну, это глупость, то есть, ну, такого не может быть. Ну, как по мне, это алогично. Какие дальнейшие действия? Придет новая прокуратура, я не знаю, полиция там останется старая или будет новая, я думаю, логично было бы обратиться к застройщикам, ну, во-первых, выяснить всех, кто пособничал этому коррумпированному действию, а к застройщику, который уже строит, по большому счету, можно обратиться, сказать, господа, ну, заработать в два раза не получится, давайте делать скидку, опять же, в те же два раза. Вы себе заработали, положили то, что должны были положить, сделали красоту, спасибо вам большое, но давайте мы это половинем в два раза, так, как оно и стоит на самом деле. Вот я вижу так это решение. Я не думаю, что, когда будет раскручиваться коррумпированная цепочка и будут уже реальные уголовные дела, не номинальные, которые длятся по 3-4 года, а уже, которые будут происходить в течение, там, ну, словно, 3-4 месяцев, будет доказательная база, люди начнут садиться, я думаю, никто не откажет в этом логичном требовании громады, суспильства. Вот у нас уже скоро, буквально в это воскресенье, состоятся выборы в парламент, и вы, как человек, который активно участвует в политической жизни города и области, и страны, наверняка изучали программы кандидатов в народные депутаты, в частности, от Николаевской области. Кого вы, возможно, поддерживаете или выступаете против открыто каких-то кандидатов, чьи взгляды, по вашему мнению, не совпадают с вашими? Ну, смотрите, я объективно мало кого поддерживаю, есть люди, которым я симпатизирую, то есть есть кандидаты от свободы, так как у нас есть объединение, там, манифест, меморандум, то есть есть некоторые кандидаты по мажоритарным округам, допустим, по 129-му, я поддерживаю этого человека, он мне, ну, по-человечески симпатичен, и я понимаю, что за ним нету крамолы какой-то. То есть, ну, негатива, безусловно, больше, то есть я могу перечислять, опять же, Дятлов, Невенчаный, Тимошин, опять же, тот же Жалобецкий, который рассказывал про то, как он против площади, но, тем не менее, я от него конкретных действий, как от народного действующего народного депутата, на чьем округе совершается это, ну, по большому счету, преступление, я не увидел ни одного действия от него. То есть, подняв прокуратуру, то есть, ну, банально прийти, разобраться с мэром, то есть, публично это все делать, задать вопросы. А задавать вопросы где-то в интервью, говоря, что я говорил, это плохо, ну, это ненормально. То есть, вернемся, допустим, на 27-й округ, там у нас есть господин Дятлов. То есть, ну, по господину Дятлову есть очень много вопросов, опять же, по программе «Теплый дом». На самом деле, хотел разобраться более подробно, но, когда делали запросы и просили у людей предоставить информацию для аналитики, я так понял, что очень много людей в этой, собственно, теме, если так уже открыто говорить. Они, то есть, не давали информацию для того, чтобы это проанализировать. И даже, несмотря на это, даже просто на сайте Департаменту энергосбережения можно увидеть, где происходят у нас коррумпированные действия. Чтобы далеко не ходить, третья школа. То есть, третья школа, там 32 миллиона, по-моему, была реконструкция изначальная. Технадзор там закладывали больше 700 тысяч. При нормах, которые должны быть, там, по-моему, до 2%, 1,95 максимум идет на технадзор. И даже здесь, в этой мелочи, они умудрились украсть там 100-150 тысяч. То есть, ну, по большому счету, деньги небольшие, но сам факт. И это то, что мы еще не можем раскопать полностью по всей этой программе «Теплый дом». На самом деле, господину Дятлову, Игорю Сергеевичу, нужно было определиться, он хочет воровать или он хочет пиариться. А вот эта клиптократия, которая в них уже засела за эти многие годы, она уже, ну, переходит грани и они сами себя закапывают. Потому что, ну, невозможно делать и то, и другое. Говорит на черное, белое. Правильно ли я понимаю, что Игорь Сергеевич Дятлов – это человек, который, по сути, создал и контролирует вот эту вот оборудку в программе «Теплый Николаев. Теплый дом»? Ну, собственно, он сам заявил о том, что это его проект. Он этим занимается и он, собственно, и должен быть ответственный за все, что там происходит. То есть, я думаю, проверочные органы в дальнейшем более детально разберутся с этой программой. Но, опять же, банально, на сайте городского совета в департаменте энергосбережения мы уже можем увидеть, где есть эти крамольные дела. А он сам заявлял, что это его программа. Он сам говорил, что вот он за все отвечает. И, грубо говоря, весь пиар – его пиар. Ну, и весь негатив его. И все коррупционные действия, которые там происходят, это тоже значит и его. Опять же, в городе была нашу меньшую историю по заводу «Викро», который делает металлопластиковые окна. То есть, сейчас могу ввязать вот эту всю историю воедино. То есть, теплый дом – это очень большая, не знаю, опять же, оборудка, в которой можно заработать очень-очень много денег. То есть, это бездонный рынок, на котором можно зарабатывать еще не один десяток лет. И, собственно, приобретение такого завода, получение, даже не приобретение, а получение такого завода субрейдерским захватом, я думаю, это логичная цепочка действия окоблока вместе с криминалитетом. И логично уже предположить, что они это делают для того, чтобы насытить свою программу «Теплый дом». У них есть свои маленькие цеха по производству металлопластиковых окон, но, тем не менее, имея полностью завод, они могут это делать намного быстрее. Учитывая, что у них есть большинство в горсовете, они могут выделять деньги еще быстрее. В отношении мэра я не вижу, чтобы он препятствовал им в этом. То есть, по сути, у них все полномочия. То есть, они являются вот той властью, которая распределяет деньги и готова делать все, чтобы набить свои карманы. Я не верю, не вижу, не хочу, чтобы, допустим, такие люди проходили власть дальше. На местном уровне я не увидел от большинства в горсовете каких-то положительных изменений. То есть, та же соборная площадь. Проголосовали? Проголосовали. Все говорили, нелогично, неправильно. Проголосовали. Вот все равно их все устроило. Дальше вот коллекторы, те же УТБ стационарные. Ну, это люди, которые живут в этом городе, они понимают его проблемы. Тем не менее, они тратят деньги на какие-то бредовые вещи. Вещи, которые... Ну, вот та же площадь, это вещь, которая должна нам радовать уже после того, как все наладилось. Вот когда уже все хорошо, мы можем сказать, да, классно, мы можем развивать город, чтобы он становился более туристическим. То есть, людям становилось приятно ходить по улицам. Но когда у нас проблемы в той же медицине, которая финансируется за счет горсовета, когда у нас закрывают какие-то поликлиники, да, их укрупняют, и мы понимаем, что у нас будут проблемы, эпидемиологические проблемы, когда больные будут ездить из одного района в другой, тем самым способствовать тому, чтобы, к примеру, там, эпидемия корио средневековая, она распространялась быстрее. Ну, это такие уже самые крайние вещи, говорю. Но тем не менее, у нас куча проблем, которые есть, помимо площади, или та же программа «Теплый дом». То есть, когда рассчитывали, сколько мы сэкономим на третьей школе, то есть, там, по-моему, 70 лет нужно, чтобы окупились вот эти инвестиции. Ну, это глупость, глупость. То есть, при том, что люди, которые там, ну, учат детей, собственно, родители, они и так сделали замену этих окон, и там, в принципе, было комфортно. То есть, что это? Это коррупция. То есть, я не хочу видеть коррупционеров в дальнейшем в нашем парламенте.